Всем привет, ребята! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности, и я тот человек, с помощью которого весь этот непростой период своей жизни вы проживете гораздо-гораздо легче. Сегодня я хочу продолжить нашу тему про деньги, про законы денег, про то, каким образом сегодня, во время, когда многие из нас пережили и продолжают переживать очень непростые времена, собрать свой мозг и сделать себя еще более богатым и успешным человеком. Если вы вдруг не смотрели первое, предыдущее видео, пожалуйста, обязательно посмотрите его, тогда вам будет более понятно о том, о чем пойдет речь сегодня. Потому что сегодня я хочу затронуть глубже тему выбора. Я уже рассказывала вам в прошлом видео об убеждениях, об энергии, которую мы формируем, и которая как бы создает нашу жизнь. Вот мы с вами привыкли, что с нами как будто бы случаются какие-то события, как будто бы, да? Мы говорим, что-то там не везет, меня уволили, например, или мне там предложили какую-то очень плохую работу, или я не могу себя найти. Огромное количество людей по-прежнему продолжает находиться в этом таком статусе поиска себя. Но знаете, если говорить про поиск себя, то я хочу открыть вам тайну и секрет, что единственная возможность найти себя – это попробовать. У меня есть две дочери. Одну и 10, второй сейчас 7. И обе мои дочери уже много лет, Алиса уже с 3 лет, Ева с 3,5 занимаются профессиональным спортом. Когда вначале они начали тренироваться, они ходили на разные секции, на танцы, на плавание, на большой теннис, на шахматы, на рисование, гимнастику и прочие какие-то секции. Почему они ходили на такое большое количество секций, а сейчас занимаются чем-то одним? Потому что первое правило гласит о том, что если ты хочешь достичь в чем-то успеха, тебе необходимо на этом сконцентрироваться. А второе правило гласит, что для того, чтобы понять, в чем ты хочешь быть успешен, ты должен попробовать много разных интересных вещей. Не сидеть и перебирать в голове, а пробовать. Бывала ли у вас такая ситуация, когда вам предлагали какое-то блюдо, а вы говорили «нет-нет-нет, я не хочу», а потом случайно пробовали его, и оно становилось вашим любимым. Уверена, что такая ситуация у вас была. Точно так же бывает с городами, в которые вы не хотите ездить, или с людьми, которые вам изначально страшно не нравятся, и вы прям протестуете, считая этого человека каким-то не таким. А затем влюбляясь в него, превращаясь в его фаната, возможно. Настолько сильно он вам нравится, вы начинаете ему подражать, брать какие-то качества себе, и даже мечтаете о том, чтобы с ним когда-то встретиться и увидеться. Я больше чем уверена, что такие ситуации были. Поэтому очень важно давать себе свободу. И первое, на что нужно честно себе ответить, это вообще, хочу ли я чем-то заниматься, и хочу ли я себя найти. Вы знаете, мне всегда очень жалко людей, которые потерялись в жизни. Для меня потеряшки – это люди, которые ничего не хотят. Люди, которые вечно находят какие-то отмазки. «Ой, да денег не заработать, да потому что сложно, да работу я не могу найти, да потому что сейчас никто не нужен». Вопрос всегда не с того, кто нужен и как заработать. Вопрос начинается с одного главного – чего я хочу и хочу ли я работать. Все остальное – это нюансы. Вы когда, например, голодны, вы говорите «я хочу есть», вы приходите в ресторан или в кафе, или пытаетесь приготовить что-то из холодильника. Вы же открываете холодильник, и вы понимаете, что вы хотите есть, и это определяет, вы понимаете, что вы сейчас найдете в любом случае, что вам поесть. У вас же нет такого «я хочу есть, не знаю что, поэтому не буду есть никогда». Такого не бывает. Поэтому точно так же и в жизни. Очень многие люди, к сожалению, изначально, с детства, были воспитаны и сформированы в каком-то обществе, в котором не привили любовь к развитию. И самым интересным моментом для меня является то, что это касается не только бедных людей, как многим кажется. Да, они были такие бедные, у них не было там возможности, там родители не могли им заниматься, школа была плохая. Такое часто бывает и у богатых, когда детям давали абсолютно все, и ребенок вырастал, при этом не реализовывая себя. Он просто получал. Это, знаете, как рыба, которую мы привыкли покупать в магазине. Мы никогда не поймем с вами кайф рыболовов, которые выходят утром, которые тратят огромные деньги на снасти, сидят. Зачем они ловят рыбу? Они получают особенный вид кайфа. Так вот, в жизни задача каждого человека научиться получать особенный вид кайфа от развития. И развитие может быть в разном. Кто-то развивается в том, чтобы стать классным тренером в чем-то. Кто-то занимается тем, чтобы стать классным художником, кто-то дизайнером, а кто-то, как я, занимается тем, что получает безумный кайф от того, что изучает больше и глубже мир, развивается в этой сфере и помогает другим людям также с помощью этих знаний сделать свою жизнь гораздо ярче, интереснее, пройти некие трансформационные пути. Мне, например, на протяжении всей моей жизни были интересны вопросы. Как мы приходим в этот мир? Какая наша задача и цель? Неужели найти работу? Неужели закончить вуз? Неужели порадовать маму? Неужели сделать ремонт или купить машину? Неужели это и есть высшая цель такого создания, как человек? И, собственно, вот этот интерес исподвиг меня копать глубже, глубже, глубже и смотреть на жизнь в несколько, в более широком формате, чем большинство людей. Так вот, история. Давайте будем возвращаться, а то мы так можем далеко зайти. Это я люблю. Ой, простите, глазик дочесался. Научите нас, Ольга в кадре чувствует себя свободно. Чувствуете себя свободно, как и в жизни. Так вот, возвращаясь, наша задача найти то, от чего мы будем получать удовольствие. И для этого необходимо дать себе свободу. Вообще, деньги — это всегда про удовольствие. Вы удивитесь, но когда вы счастливы, когда у вас в жизни, не знаю, любовь, или когда вам очень нравится то, чем вы занимаетесь, когда что-то происходит вот хорошее, деньги приходят гораздо легче. Но для большинства людей деньги — это всегда боль и сражение. Помните, как в детстве наверняка от своих родителей или от кого-то другого вы слышали, «О, боже мой, опять закончились выходные, нужно идти на работу». И я более чем уверена, что многие из вас и в школу также ходили со страданием, просто потому что понимали, что выходные — это кайф, ничего не делание, а вот что-то делать — это боль. И это воспитали в нас наши родители, те люди, которые нас окружали. Для меня, например, в жизни все абсолютно наоборот. Причем никто меня в этом не воспитывал, а это сформировалось во мне самой. И у какого-то процента людей внутреннее «я» изначально с рождения сильнее, чем все внешние факторы. Так вот я всегда была тем ребенком, который рыдал, когда наступали каникулы, потому что я понимала, что впереди меня ждет 3 месяца непонятно чего. И я с самого детства записывалась на все кружки и старалась делать все, что угодно, только бы не сидеть дома. Я громко рыдала после последнего звонка, понимая, что начинается этот ад. И дико радовалась наступлению августа и начинала покупать, заставлять маму тетрадки, складывать обложки, обворачивать бумагой книги для того, чтобы этот процесс поскорее запустить и создать себе некую деятельность. Ничего в моей жизни не изменилось. Я по-прежнему везде абсолютно организовываю вокруг себя деятельность. Приехав в Италию, где мы прожили несколько месяцев, я очень быстро создала все, что только могла создать. Я нашла базы тренировочные своим детям, возила их там везде, куда можно. Я записывала видео в парке кухни, где я только там могла быть. Я проводила марафоны. Я максимально старалась себя загрузить, потому что самым страшным для меня всегда является ничего не делание. И это во мне выпускает и создает, созидает такую, знаете, энергию боли. А энергия боли – это как раз то, что не любят деньги. Поэтому если вы часто страдаете, если вы постоянно жалуетесь на недостаток денег, на то, что все дорого, на то, что большие ценники, на то, что курс доллара растет, на то, что экономика сейчас вся взорвется, не удивляйтесь, что с деньгами у вас каждым днем становится все хуже и хуже. Представьте себе деньги в роли своего партнера. Вот представьте, что деньги – это партнер. Я знаю, что меня в большинстве в своем смотрят женщины, поэтому мы будем представлять мужчину, но я знаю, что меня смотрят и мужчины, поэтому представим себе женщину. Итак, ваш партнер. Представьте себе, что ваш партнер постоянно ноет и недоволен. Он все время вами недоволен. Вот вы деньги, вы, вас зовут деньги. А ваш партнер – вот это вы. И он все время говорит, о, мне не хватает, мне постоянно плохо, вот у тебя все время растет курс, я с тобой выхожу в магазин, а купить себе ничего не могу. И даже когда он что-то покупает, он все время говорит, ну почему ты такая маленькая деньга, ну почему тебя так мало, а вдруг тебе сейчас не хватит. И вы все время как себя будете ощущать? Будет ли вам хотеться находиться рядом с таким партнером, который постоянно от ужаса содрогается, что вы сейчас от него сбежите или закончитесь, или растаете в его руках? Однозначно нет. Однозначно. Вот и деньги поэтому с вами не держатся, потому что вы постоянно страдаете. И это закон денег. Вы страдаете, деньги от вас уходят. Попробуйте посидеть с подружкой, которая постоянно ноет и жалуется на жизнь. Знаете, когда вам будет хорошо? Когда вы сама такая же подружка, вы сама такая же бедная денежка. Вот вы сидите, я бедная денежка, и я бедная денежка. И вам, в общем-то, вместе уже хорошо. Но только с этой ямы вы не вылезете. Потому что для того, чтобы вылезти с ямы, кто-то один должен захотеть лезть, а второй протянуть ему руку. И эта команда должна сработать вместе. Заметьте, два человека условно могут спокойно сидеть в яме и умирать там, вспоминая всю свою жизнь, все, что не получилось, а могут придумать выход. Потому что их двое, а следовательно, гораздо проще. Да и один может. Это снова вопрос выбора. Поэтому запомните очень простую вещь. Деньги – это про удовольствие. И для того, чтобы наши отношения с деньгами начали работать, нам необходимо разобраться, где у нас с деньгами проблема, и каким образом мы можем научиться им радоваться. Если вам интересна эта тема, то я думаю, что вам будет интересно и то, о чем я расскажу дальше. Потому что, во-первых, вас ждут видео в продолжении на эту тему. Я буду продолжать вам об этом рассказывать. А во-вторых, я хочу рассказать вам о марафоне, который называется «Законы денег». И этот марафон я провожу уже очень много раз, и он имеет очень классный эффект. Потому что, во-первых, длится он 10 дней. Во-вторых, каждый день есть небольшое, но очень емкое задание, конкретный чек-лист, по которому вы очень легко прорабатываете и свои убеждения, и те вопросы, которые мы поднимаем. И в результате этих 10 дней у вас сформируется совершенно новое видение на деньги, а как результат и новая энергия. А стоит ли говорить о том, что когда вы проявите совсем другие качества, нежели нытье и страдания по поводу денег, и осознаете, где зарыта собака, вы сможете эти деньги начать получать. И многие из вас начнут получать эти деньги уже прямо во время этого марафона. У нас сегодня стартует его продажа. Цена самая низкая из всех, которые будут, потому что цена будет подниматься по нарастающей. И если вы уже чувствуете интерес и понимание того, что вам бы хотелось над этим поработать, если ваш мозг не победит и не скажет вам, что господи, фигня, нет, у нас сейчас нету на это денег, мы вообще не можем ничего себе позволить, вот если вы сможете это пройти, то поверьте, вас ждет удивительное время и самое главное, очень классные результаты. Говорить о том, что вы отобьете курс быстро, я не буду, потому что это очевидно, а вот о том, что ваша жизнь может кардинально измениться и преломиться, скажем так, в новое видение и понимание того, как устроена природа денег и как можно получать деньги с удовольствием, и они будут к вам приходить, вот это точно перед вами откроется. Вся детальная информация будет по ссылочке под этим видео, обязательно смотрите, а я с вами прощаюсь ненадолго, потому что мне есть, что еще вам сказать.